Короче, борт номер один или самолет Владимира Путина. Бывший президент России Борис Ельцин использовал в качестве лайнера номер один самолет Ил-96. С назначением в президенты Владимира Владимировича Путина борт номер один менять не стали. До 2003 года глава государства летал на самолете Ил-96-300, иногда выбирал Ил-62М. Если предыдущим президентам хватало одной машины, то новому потребовалось несколько. Он был мобильнее и намного чаще посещал другие страны с официальными визитами, чего избегали его предшественники. Позднее президент получил улучшенную модель Ил-96-300ПУ. Спустя годы список авиаций главы государства пополнился еще несколькими машинами. Когда президент на самолете летит в любую точку планеты, его обязательно сопровождает машина-дублер или запасной авиалайнер на случай экстренных ситуаций. С ними отправляются грузовые транспортники с автомобилями кортежа и авиация с ретранслятором для обеспечения спутниковой связи. При необходимости Владимир Владимирович может пересесть на другой самолет и благополучно завершить полет в ранее назначенной точке. Размеры борта номер один внушительны. По длине самолет вытянут на 55 с лишним метров, а его высота составляет 17,5 метров. Размах крыла достигает 60 метров. Внутренняя площадь создает особый комфорт. Помещения занимают площадь 391,6 квадратных метра, а пассажирское отделение вытянуто по длине на 31 метр от общих габаритов. Первый борт президента используется Путиным для выполнения рабочих полетов и официальных визитов довольно часто. Поэтому самолет оснащен всем, что может потребоваться человеку при длительном нахождении на борту. В нем есть спортивный зал, большая кухня и несколько отдельных кабинетов. Это сделано не только для комфортного полета до точки назначения, но и для обеспечения условий для жизни в случае опасности, из-за которой президенту придется подняться в воздух на неопределенный срок. Владимир Владимирович иногда принимает на борту высокопоставленных лиц. Специально для этого есть оборудованный кабинет, где можно обсудить важные вопросы. В личной комнате президента установлены компьютеры с необходимой техникой, что позволяет удаленно осуществлять управление страной. За такой мобильный кабинет и все необходимые удобства самолет называют «летающим Кремлем». Главный самолет президентского авиаотряда «Россия» выделяется не только своими возможностями и характеристиками. Особого внимания заслуживает вид изнутри. Его интерьер проработан таким образом, чтобы находящиеся внутри гости чувствовали себя комфортно, а глава государства мог настроиться на работу и прием высокопоставленных лиц. СМИ рассказывали, что на отделку салона было потрачено много миллионов рублей. Все выполнено в едином стиле. Комнаты оборудованы покрытиями из орехового шпона. Есть спортзал, помещение для отдыха, бар, кухня, столовая и туалет с душем. Есть медицинский блок, где любому можно оказать экстренную помощь. В переговорной поставлен большой стол для совещаний и кожаные кресла. При необходимости президент может отдохнуть в специальной комнате на большой двуспальной кровати. За отделку лайнера отвечали опытные специалисты. Считается, что на стенах коридоров и комнат висят исторические гравюры. Большая часть интерьера выполнена в светлых тонах. Местами используется триколор, соответствующий цветам российского флага. Многие элементы отделаны золотом, что создает особое эстетическое удовольствие. Строгий классический стиль всего интерьера позволяет не только наслаждаться видом самому Путину, но и произвести нужное впечатление на своих гостей. Российский президент имеет не самый большой самолет, но он считается одним из лучших по всем критериям, включая внутреннюю отделку. Самолет был построен на авиационном заводе в Воронеже. При проектировании конструкторы учитывали десятки факторов, которые могли бы стать важными при эксплуатации. Ключевой возможностью, которая была реализована на авиалайнере Путина, стала уникальная радиоэлектронная начинка. Она позволяет отправлять сообщения во время полета в любую точку мира, шифруя их сложным кодом, взломать который практически невозможно. Президент может передавать приказы на Землю любым государственным структурам. Основной целью связи считаются военные на случай непредвиденного конфликта, поэтому шифрование имеет особое значение. Координаты самолета, маршруты, точку назначения сообщают узкому кругу лиц. При необходимости применяется намеренная дезинформация. Подобные меры оказываются результативными, если президенту может что-то угрожать. Сам Ил-76300ПУ имеет дополнительные средства защиты. Специальное покрытие корпуса помогает скрыть присутствие самолета для иностранных РЛС. Автоматическое оборудование позволяет создавать помехи или дезориентировать вражеские радары, чтобы запутать и сбить со следа потенциального врага. Известно, что на борту также есть отдельная установка ПВО. Она призвана уничтожать все выпущенные по самолету ракеты. Сколько стоит самолет Путина официальными лицами не сообщается. Базовая модель Ил-96300 продается за 4,5 миллиарда рублей. На ней отсутствует дорогая отделка, не установлено дорогостоящее оборудование и не применяется специальное покрытие корпуса. Поэтому можно смело утверждать, что стоимость самолета Путина намного выше, чем цена на гражданскую модель. С тебя лайк и подписка.